38-летний житель индустриального района до смерти забил свою мать. По версии следствий, причиной зверства стали 2000 рублей, оставшиеся у пожилой женщины о пенсии. По словам родственников, нигде не работающий мужчина всегда отличался агрессивным характером, отбирал у родительницы последние, пуская вход к кулаким. Подробности семейной драмы в репортаже Елены Еговцевой. В народе говорят, что сына до пенсии не прокормит. Примерно такая противоестественная ситуация сложилась и в этой семье. Подсудимый практически с молодости не вылезал из тюрьмы, нигде не работал, существовал сперва на материнскую зарплату, а затем и пенсию. Разумеется, не считая тех денег, которые ему удавалось получить преступным путем. В последнее время сынок все чаще стал выколачивать деньги из матери силой. При этом он продолжал сидеть на шее пенсионерки и постоянно употреблял алкоголь. В один из дней детина потребовала у родительницы 2000 рублей, а услышав отказ, жестоко расправился со старушкой. Нанес ей удары, несколько ударов по голове, не менее трех ударов, а дальше, когда уже потерпевший упало, он нанесил ей удары ногами по телу, в связи с чем уже умершие образовались многочисленные повреждения, разрыв селезенки, перелом ребер, в результате которых данное повреждение потерпевшее скончалось. Матери убийцы предъявили обвинение по двум статьям – разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Однако подсудимый признает вину лишь частично. Он подтвердил, что до смерти забил свою мать, но якобы не преследовал при этом корыстных целей. В ходе расследования выяснилось, пенсионерка неоднократно просила защиты от сына тирана в районном отделении внутренних дел. А за месяц до смерти даже попала в больницу с серьезными травмами, нанесенными родным чадом. Несмотря на это, по словам гособвинителя, в полиции состава преступления не усмотрели. Признаков состава преступления, административного правонарушения, либо иных каких правонарушений сотрудник полиции установлен на него. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по халатности. Если дело все-таки дадил до стадии суда, это не один человек, не два, скорее всего, и участков полномочленного полиции, так, возможно, тот из руководящего состава отдела полиции. Что же касается дела матери-убийцы, приговоры гласят на следующей неделе. Все это время подсудимый будет находиться в СИЗО, которое, судя по количеству отсидок, давно стало для него родным домом. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.